Здравствуйте, с вами Ломонос Петр. Сегодня мы с вами поговорим о том, как правильно выращивать столовую свеклу на своем участке. Потому что в роликах, когда мы проводим промые линии, от вас поступает очень много вопросов. Что свекла не вырастает, она деревянистая, она не вкусная, она просто-напросто потом чернеет изнутри, то есть непригодная становится в пищу. Что делается не так, вроде все просто, взяли, посеяли и все. Но оказывается, не все так просто. Свекла выращивается давно, как бы любимая культура на нашем столе, но необходимо знать некоторые особенности. Наши особенности в том, что большинство свеклы, не важно старые сорта типа Бордо, то ли Пабло, то ли там другие сорта, более современные, они имеют такое интересное свойство, что при пониженной температуре, они всходят, конечно. Культура холодостойкая, пассивы у нашей белорусской зоне, это где-то числа 20 апреля, она взойдет, но если будет стоять холодная погода, дождливая, значит, может и снег выпасть, это тоже, как в этом году не редкость было уже, значит, наша свекла вместо корнеплода станет выцветать. И уже к лету у вас появится не корнеплод, а появится цветочная стрелка и будут завязываться семена, что есть не совсем хорошо. Как бы ученые давным-давно работали, вот сорт такой, как так и назывался, подзимный, только единственный сорт, который можно сеять или под зиму, или сеять ранней весной. Этот сорт не стрелкуется. Ну, свойства, еще есть некоторые сортов и другие, которые не стрелкуются, но в основном свекла стрелкуется, поэтому самое первое, не спешите рано высевать столовую свеклу. Вы не наращиваете корнеплоды, а вы наращиваете стрелку. Если у вас есть возможность, какие-то позволяют условия, значит, вы можете просто столовую свеклу посеять в каких-то ящичках, чтобы раньше получить, и уже потом делать рассаду и рассадой высаживать ее в открытый грунт. Это есть один момент. Второй момент. На качество корнеплодов очень влияет состав почвенной среды. Так вот, знаете, что столовая свекла очень отзывчива на известкование, поэтому обязательно сделали родок и взяли родок обильно посыпали золой или доломитвой мукой или хотя бы милом или известью, то есть создали щелочную реакцию среды. Тогда ваша столовая свекла будет и сочная, и не будет черная изнутри. Знаете, что и болезни, различные которые нападают на свеклу, они также обойдут ее стороной. Следующий нюанс, который надо учитывать при посеве столовой свеклы. Значит, старые сорта, ну это можно прочитать, могут сходить с одного ростка где-то до шести, с одного клубочка семян, правильно так называется, в шесть ростков. Появится шесть ростков, поэтому их приходится прореживать. Новые сорта, вот типа уже этого пабло, сейчас это самое есть, уже они одноростковые. Сорта это одноростковые, уже как бы с одного соплодия в лагере один росточек. Ну поэтому, соответственно, мы сеем их по-разному. Сорта многоростковые мы высеваем реже, то есть расстояние между семенами, здесь мы оставляем где-то три сантиметра. Свекла типа пабло, мы через два сантиметра можем бросать эту свеклу. Потому что лишние всходы легко любое время взять, забрать, удалить, где-то подсадить. Свекла прекрасно, переносит такую пересадку, рассады типа, и она дает хорошие корнеплоды. Поэтому бояться то, что у вас будут заглушенные посевы, не стоит. Зато гарантия, что у вас будет, ну, градка вся заполнена, это очень-очень большая. Дальше, что еще вы не забывайте. Значит, внесли золу обязательно или голомитную муку, это понятно. Потом, когда ваша свекла уже взойдет, и появится первая пара настоящих листиков, ее постарайтесь подкормить. Она в эту пору будет очень отзывчива на азотную подкормку. С азотной подкормкой это может быть куриный помет, это может быть карбамид, амьяшная селитра, ну и целый ряд других минеральных удобрений. Нет у вас этого, у вас всех, что я назвал компонентов, у вас же есть куча, куда вы сбрасываете сорняки. Вот эта компостная куча, это будет прекрасная подкормка для вашей свеклы. Конечно, сыпать компост под свеклу не стоит сразу, а взять просто, берете саводчик обыкновенный, ведро воды, размешали, вот ваш питательный раствор уже готов. Берете, поливаете свою столовую свеклу, и она у вас будет такая красивая, такая пушистая будет. Так что подытоживаю, еще раз напоминаю, оптимальные сроки посева, не очень ранние. Посев, соответственно, количеству ростков из одного соплодия, обязательно известкование ростков. Ну, если у вас позволяют возможности, вы можете произвести всю почву, но я в этом не вижу большой необходимости, потому что у нас участки маленькие, на следующий год будет другая культура, может, которая не очень-то любит известь. Поэтому я ношу все как бы локально в родочки, внесение в родочки, и потом, когда первые настоящие все появятся, азотная подкормка. Вот это основные, то, что придет к успеху и хорошему урожаю столовой свеклы на вашем участке. Так что советы очень простые, удачи вам и хороших урожая корнеплодов свеклы осенью. До свидания.